Всем привет! Сегодня у нас на обзоре электронная доска DGT E-Board. Поставляется она в такой большой коробине. Даже не вылезает. Вот так она выглядит. Большая коробка, надеюсь что-то видно. На ней идет само полотно. Фигурки 32 основной комплект. Два запасных ферзика. Один белый, один черный. Поставляются они в таком вот пакетике. Ну и также есть провода. Сейчас посмотрим. Это провода для подключения часов. И подключения электронной доски к компьютеру. Чтобы вводить изображение. Значит вот здесь вот есть сбоку как раз таки эта подключалка. Давайте я покажу. Такое вот приспособление. Там два входа как раз USB и для часов. Но важно понимать, что есть доски не USB. Есть доски по Wi-Fi. Но именно эта доска по проводу подключается. Я подключал ее к компьютеру и все работает. То есть в тот момент, когда вы заводите ход. Он у вас появляется в программе ChessBase. Или на другую программу я тоже специально выводил. И потом сохраняются подженочки. И можно их просматривать. То есть например ее можно использовать для того, чтобы наигрывать какие-то дебютные варианты. Играть партию. Сохранять. А потом анализировать. Вот. Когда вы много подряд партий играете. Чтобы ее не записывать. Например в Blitz. А рассмотреть какие-то моменты. Потом очень хочется. Вот. То есть вы видите, что доска без координат. Есть тоже доски с координатами. В фигурках, как я и говорил, есть чипы, которые передают ход. И которые вводят на экран, скажем так, в шахматные программы изображения. Вот. То есть все здесь понятно. Все очень легко. А фигурки бывают тоже разные. Есть там королевские. Есть индийские. Ну вот. Такие необычные столн-тоны. Ну вот можно, например, сравнить два ферзя. Как они выглядят из обычных. Это пятый размер. Или вот, например, пешечки как выглядят. Ну чем-то они похожи. Да. Снизу так. Зелененькие. Но вот. Немножко другие. Ну вот такие вот фигурки. Слушайте. Их приятно трогать. Ими приятно играть. Очень такое хорошее полотно. Вот. Приобреталась доска примерно лет восемь назад. И тогда она стоила тысячу долларов. Сами понимаете. Сейчас время поменялось. Да. И уже. Может быть она тоже стоит тысячу долларов. Но в России, увы, доллары резко-резко подорожали. Ну так что вот так вот. Прикольная вещь. Можно играть. Можно баловаться. Но такое удовольствие очень дорогое. У кого есть какие впечатления, мнения об этой доске. Может у кого-то дома она была. Рассказывайте в комментариях. Подписывайтесь на канал. Ставьте лайки. И увидимся с вами совсем скоро. Пока-пока.